Приветствую вас, уважаемые телезрители! Все великие церковные праздники, кроме собственно праздничного содержания, имеют еще и огромное вероучительное и даже догматическое значение. Они – те краеугольные камни нашей веры, на которых утверждается величественный и святой храм христианского богословия, христианского мировоззрения. Одним из таких краеугольных камней является событие праздника, которое совершается на сороковой день после Пасхи. И этот день был в четверг на уходящей неделе – Вознесение Господа нашего Иисуса Христа на небо. Богословы говорят, что воплощение Бога открыло людям тайну не только Бога, но и человека. Если Бог не постыдился, не возгнушался человеческой природой, если Он счел для себя возможным облечься в нее, усвоить ее себе, и не только душу, но и тело, то, значит, человеческая природа, в том числе и материальные ее составляющие, имеет великую ценность и достоинство. Тело человека оказалось способным вместить в себя того, кого не вмещают, по слову Писания, небо и земля – вместить самого Господа славы. Как же после этого не признать великого достоинства человеческого тела? Христианство, безусловно, признает это великое достоинство. И из такого признания вытекает христианское отношение к телу человека, отношение, какого не знал древний дохристианский мир. До Христа были две основные точки зрения на человеческое тело, и обе глубоко ошибочны. Одни, те, кто признавали ценность тела, говорили, да, тело ценно, однако рассматривали его исключительно как источник удовольствия. То есть человеческое тело потому и ценно, что дает возможность получать целый ряд удовольствий. Такая точка зрения, конечно, является низменной и недостойной человека. И лучшие люди древнего мира это хорошо понимали. В противовес ей они выбрали совершенно другой подход к человеческому телу. Прямо противоположны. Они стали вообще отрицать тело, утверждая, что тело – это источник нечистоты и порока, тюрьма для души, из которой мудрый человек непременно должен стараться освободиться. Такой подход, хотя и более высокий, более умный, однако в конечном итоге он был так же ошибочен, как и первый. Спор между этими двумя мнениями продолжался долгие века, и, казалось, ему не будет завершения, как белки в колесе. Вопрос был решен только тогда, когда сам Бог, воплотившись и став человеком, явился в наш мир. «Если человеческое тело стало телом Бога, то, конечно, это означало переворот в подходе человека к своему телу». В чем же заключается этот новый христианский подход? Христианство относится к телу человека до конца положительно. И можно даже утверждать, что по-настоящему любят тело христиане. Но в отличие от первоязыческой позиции, они любят тело не за то, что оно является источником наслаждения, а за то, что оно призвано стать храмом живого Бога. «Тело создано не для животных удовольствий, но для того, чтобы сам Бог вселился и обитал в нем». «Не знаете ли, – говорит апостол Павел, – что тела ваши есть храм живущего в вас Святого Духа?» И в другом месте, говорит, – вы храм Божий, потому что Дух Божий живет в вас. Христиане знают, что в блаженную вечность войдут не только души, но и тела праведников, которые также разделят славу небесного царства. «Чаю воскресения мертвых», то есть «ожидаю воскресения мертвых», поем мы каждый день на литургии, в символе веры, в домашней молитве. Однако, относясь к телу до конца положительно, христианство очень хорошо знает и то, что в условиях глубочайшего повреждения человека падением Адама тело может являться и почти всегда является неисчерпаемым источником греха, страстей и всякой нечистоты. И, зная это, христианство умеет мудро отделить грех и скверну, живущие в поврежденном теле, от самого этого тела. Проповедуя аскетизм и даже умершвление плоти, христианство воюет не против тела как такового, а против греха, живущего в теле. «Святые отцы научили нас быть не телоубийцами, но грехоубийцами», говорит святой Калист в добротолюбии. «Как врач, делая надрезы и прижигание, хочет избавить больного не от тела, а от болезни тела, так и христианский подход, в отличие от второго из вышеуказанных мнений, о котором мы говорили, имеет целью не уничтожение тела, не войну против тела, но исцеление его от страстей и освобождение от рабства греху». Потому что только освободившись от греха, тело может стать тем, для чего было создано, то есть храмом Божьим, жилищем Святого Духа. И Христос пришел на землю именно для того, чтобы сделать это возможным, чтобы восстановить первоначальное достоинство человеческой природы, какое имела она до падения Адама. И Он действительно восстановил ее своим домостроительством, как мы говорим, то есть воплощением, крестной смертью, воскресением и вознесением. Воплощением, соединив тело со своим божеством, крестной жертвой и воскресением, уврачевав его от греха и смерти, вознесением же, возведя на небо и прославив вечной славой. Таким образом, вознесение, о котором мы размышляем с вами сегодня, является важнейшим звеном в деле спасения и прославления падшей человеческой природы. Своим телесным вознесением Христос прославил человека и посадил его одесную Бога Отца. Вот это выражение «сесть одесную», то есть «сесть по правую руку» означает полное равенство Сына с Отцом. Христос, Сын Божий, облегся в нашу человеческую плоть и посадил ее одесную Бога на небесах. То есть этим актом он как бы взял свою ипостась одного из нас, вознес его на небо и дал ему равную с собой власть и славу. Давайте представим себе, что какой-нибудь великий и славный руководитель или, как говорили в древности, царь пришел бы на остров, где живут безнадежно больные прокаженные люди. Ведь в прежние времена прокаженных часто свозили на острова для изоляции. И вот, взяв одного из этих несчастных, привел бы в свою блестящую столицу, в свой сиятельный дворец, исцелил бы его от проказы, посадил на трон рядом с собой и дал ему равную власть и славу. Если бы все это произошло, то какое значение имело бы оно для оставшихся на острове прокаженных? Конечно, великое значение. И эти несчастные очень-очень радовались бы, потому что знали, что их родственник, их друг и товарищ, по несчастью, исцелившись от болезни и получив столь великую милость и власть, конечно же, не забудет их, но сделает все, чтобы избавить их от этой беды, от этого безысходного состояния, в котором они оказались. В приведенном сравнении остров прокаженных – это наша земля. Проказа – грех и смерть, которыми мы заражены, жители острова земля. Все люди нашего мира, великий царь или правитель Христос или Сын Божий, он соединил с собой нашу смертную природу, исцелил ее от проказы смерти своим воскресением, а вознесением возвел на небо в вечные горние обители и дал ей славу высшую, чем слава ангелов, херувимов и серафимов. Если же он вошел туда, то, конечно, и нас, ставших теперь ему родными по человеческой природе, он не забудет, но приведет к себе, лишь бы мы сами того хотели и старались прийти к нему. В Евангелии сказано, что апостолы после вознесения Христа возвратились в Иерусалим с великой радостью. Чему же они радовались? Ведь они разлучились с любимым учителем и Господом. Они радовались тому, что поняли, какого рода то Христово Царство, куда они были призваны. Поняли, что оно совершенно другое, чем царства человеческие, что оно не от мира сего и не сравнимо ни с чем, что есть на земле. Христос много раз говорил им о Своем Царстве, но они представляли Его, хотя и великим, и славным, но все же обычным земным царством. После же вознесения Христа они поняли, что это царство совсем иной природы и бесконечно превосходит все, что только можно себе представить, как и написано. Не слышало того уха, не видел глаз, и на сердце человеку не приходило, что приготовил Бог любящим Его. Преподобный Силуан Афонский говорит, что Господь наш вознесся на небо и ожидает нас всех к себе, чтобы и мы были там, где Он, рядом с Ним. В Евангелии есть слова молитвы Христа к Его Небесному Отцу. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою. Вот в этот воскресный день, спустя всего лишь несколько дней после праздника Вознесения Господнего, мне хочется и пожелать в завершении передачи откликнуться на неизреченную и непостижимую любовь к нам Господа, прилагать усилия, то есть подвизаться ради Него в нашей христианской жизни, постараться исполнять Его святые заповеди. Будем трудиться над этим, чтобы и нам в свое время войти в те небесные обители, обители света, куда прежде нас вошел Господь. чтобы по слову Евангелия приготовить нам место. Будем помнить об этом и помнить о главном. Наша жизнь на земле – это подготовка к вечности. ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...